Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры является важным звеном в развитии экономики страны, интеграции в международные транспортные коммуникации. Узбекистан, понимая это, наряду с другими сферами активно развивает и дорожное участие в международных и национальных программах. Направлено на эти цели и принятое сегодня постановление президента о мерах по реализации проекта строительства внутренних дорог с цементобетонным покрытием с участием Азиатского банка развития. Проектом предусмотрена прокладка 841 километра 135 внутренних дорог в 272 махалях 86 районов республики. Финансирование будет осуществляться в рамках кредитного соглашения на 240 миллионов долларов между нашей страной и АБР. Детали в комментарии программы. Продолжение следует... По созданию удобной и качественной во всех отношениях дорожно-транспортной инфраструктуры в регионах, глава государства подписал постановление о мерах по реализации проекта строительства внутренних дорог с цементобетонным покрытием с участием Азиатского банка развития. По инициативе нашего уважаемого президента принято постановление по строительству цементобетонным покрытием внутренних дорог, расположенных в республике Каракал-Пакистан и областях. Данные дороги являются данное время грунтовыми дорогами и асфальтобетонными дорогами. После завершения строительных работ данные дороги все будут реконструированы и построены новые цементобетонные дороги по новым технологиям. Данные технологии разработаны совместно со специалистами Азиатского банка развития, специально для нашего региона и уже утверждены совместно с Министерством строительства и коммунального хозяйства республики Узбекистан. Проектом предусмотрена прокладка 841 километров 135 внутренних дорог с цементобетонным покрытием в 272 махалях в 86 районах республики, где проживает 770 тысяч жителей. Особенность цементобетонных дорог заключается в том, что благодаря цементобетонным покрытиям продолжительность срока службы достигается более 30 лет. Во-первых. Во-вторых, обеспечивается устойчивость к нагрузкам, исходящих от транспортных средств. В данном проекте предусмотрено обеспечение 10-тонной нагрузки на ООС. А также 7-бетонные дороги, они более устойчивы к изменению климата. Это мы с участием консультантов Азиатской банка развития провели специальные исследования и было сравнение от 7-бетонных дорог с 7-бетонными дорогами. В итоге получилось, что 7-бетонная дорога, она более устойчива к изменению климата. От нее почти исходят вредных веществ в атмосферу. Финансирование будет осуществляться в рамках кредитного соглашения на 240 миллионов долларов между нашей страной и Азиатским банком развития. Кредитные средства будут выделены на срок в 25 лет с 5-летним льготным периодом по готовой ставке 2%. Континентальный международный финансовый институт впервые предоставляет займ под такой низкий неизменный процент с учетом социальной значимости вопроса. При сравнении, стоимость строительства 7-бетонных дорог, она где-то 10-15% проезжает, чем строительства особо-бетонных дорог. Но вместе с тем, в связи с тем, что срок службы 7-бетонных дорог больше 30 лет, а особо-бетонных дорог составляет порядка 8-10 лет, за счет эксплуатационных затрат, а на конечном итоге получается, что 7-бетонные дороги более эффективны в экономическом плане. Во-первых, 7-бетонные дороги строятся за счет семента, который производится у нас в республике. Это позволит обеспечить развитие предпринимательства, именно сементной промышленности. А бетон, который используется для осветонных дорог, она полностью импортируемая. При этом были достигнуты конкретные договоренности, согласно которым технический контроль за строительством и на объектах будет полностью проводиться отечественными подрядчиками и инженерами-консультантами. До нынешнего дня лишь 8% от общего объема реализации проектов в дорожном строительстве с участием международных финансовых институтов на 2,6 миллиарда долларов осуществлялся нашими специалистами. При этом они привлекались лишь в качестве помощников-консультантов для зарубежных компаний. Тем более на сегодняшний день у нас имеется свыше 250 сертифицированных инженеров, имеющих сертификат ФИДИК. И только в этом году планируется, что их число увеличится вдвое. Раньше международные консультанты только имели право участвовать. Наши местные консультанты не имели возможности из-за того, что у них не хватало опыта, не хватало баллов, чтобы набрать и участвовать в тендерах. Они в основном участвовали как местные субподрядные организации. На сегодняшний день у нас более 250 местных консультантов имеют международные сертификаты ФИДИК. Они имеют возможность участвовать в международных даже уже тендерах. Поэтому предусматривается привлечение местных консультантов на данных проектах, что позволит в дальнейшем набрать опыт нашим местным консультантам и участвовать уже в международных тендерах. Что немаловажно, после сдачи объектов в эксплуатацию, подрядчики обязуются содержать их в должном функциональном состоянии на протяжении 5 лет. При этом 10% от стоимости проделанных работ будут выплачены как раз в течение 5-летнего срока, дабы мотивация, как говорится, превалировала. На практике подрядчики, действующие по законодательству, они строили дороги, цементробетонные дороги, сдавали они через год. И управление благоустройством хокемиатов, и оставляли эту дорогу, можно сказать, на произвол. Соответственно, управление благоустройством не имели компетентных специалистов, технику, оборудование, она и быстро разрушалась. Данные пробелы в законодательстве все исчерпены. Теперь подрядчики будут обязаны следить за состоянием дороги после завершения объекта тоже, в течение 5 лет. Если они где-то построили некачественную дорогу, они обязаны будет за счет собственных средств восстановить и построить данный участок дороги заново. Для этого предусмотрен механизм данного постановления, который предусматривает удержание 10% гарантийной суммы, которая будет выплачиваться после 5 лет гарантийного обслуживания. Это значит, 2 года едет, если они будут строить, еще 5 лет будет гарантийный обслуживание. Пусть и 7 лет мы будем оплачивать. И подрядчики это соглашаются, потому что если качественная дорога построена, она будет 7 лет, и 10 лет, и 30 лет стоят. В селях предусмотрения изменения климата в рамках проекта предусмотрена посадка более 2 миллиона 500 тысяч деревьев. Это позволит именно обеспечить экологические, улучшение экологической обстановки и, конечно, протестирование изменения климата. И посадка деревьев будет осуществлена подрядными организациями. И в течение 5 лет эта подрядная организация будет ухаживать за деревьями. И по завершении 5-летнего срока все эти и автомобиль дорога, и все зеленые освещения будут переданы эксплуатационным дорожным организациям. Документом утверждены ТЭО проекта на общую сумму 305 миллионов долларов, из которых 240 миллионов доля Азиатского банка развития, и 65 миллионов вклад Узбекистана в виде освобождения от таможенных пошлин и расходов в период инвестирования, а также прогнозный график по погашению кредита. Важно, что вся адреса, по которым предстоит работать, будут сформированы на основе общественного мнения. Средства, сэкономленные в ходе проекта, планируются направить на строительство 110 километров цементно-бетонных дорог в Каркал-Пакстане и областях страны. Все эти меры позволят значительно повысить уровень коммуникации регионов республики, позитивно скажется на объемах груза и пассажир-перевоза, и в свою очередь станет еще одним драйвером экономического роста Узбекистана в целом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!